Кинематограф 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 АПЛОДИСМЕНТОР 1 о заместителе Президентеля комитета по культуре Александра Николаевича Воронко АПЛОДИСМЕНТОР 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 И также нашего партнера фестиваля Вячеслава Патыркина А также я хотел представить, что у нас на самом деле, кроме знаменитых журналистов, которые мне уже представили, что здесь очень много известных имен. У нас есть представитель литовской автономии в Санкт-Петербурге. Это уважаемый Гинтол Таджирвиз. Я хотел представить, но в принципе Гинтол Таджирвиз на сцене всегда хорошо выглядит. Также у нас сегодня пришел Александр, уважаемый Калинин, который... Нет, вы встаньте, покажите, что вы здесь, с нами. Также с нами сегодня заместитель председателя комитета по внешним связям, это Сергей Леонидович Марков. Спасибо большое. Также представители Газфильма фонда Российской Федерации в Санкт-Петербурге, это уважаемый Георгий Николаевич Мауткин со своей семьей командой. И много-много других уважаемых гостей. А еще вот литовский представитель киноцентра Видос Григора, который будет десертировать от Санкт-Петербурга. С сегодняшнего дня до вторника. Мы желаем всем очень хороших просмотров. И для начала я хотел бы представить слово, приветственное уважаемому Генеральному консулу Литовской Республики. Пожалуйста, господин Милицев. Добрый вечер, уважаемые гости, коллеги, друзья. Мили, я тури и вирте курия норы, так и из гути. Я хочу извиниться, потому что это мое первое выступление за 15 лет, публичное на русском, потому позволил себе все такие мысли записать. В следующий раз будет легче. Для меня и для вас. Для меня большая честь поздравить всех вас, собравшихся здесь, в киноцентре Родина, на открытии фестиваля литовского кино в Санкт-Петербурге. Это хороший пол. Встретится всем нам. Любителям и специалистам кино, литовцам Санкт-Петербурга и друзьям Литвы собраться, посмотреть друг на друга, друг другу в глаза и поговорить. Поговорить, как нам живется, что нового под нашим небом, вспомнить своих куниров и порадоваться за новое подрастающее покаяние. Все это удалось благодаря общим усилиям государственных структур Литвы и России, партнерам, спонсорам, особой благодарности Госфильфонду России и администрации киноцентра Родина. Для меня лично, это был первый опыт организации такого мероприятия, я был приятно удивлен во время подготовки, когда видел большую заинтересованность помочь и чувствовал неподдельный интерес к этому фестивалю. Работая на прежней моей работе в Министерстве образования и науки Литвы, борясь со стрессом, в свободное время баловался написанием статей о литовском кино, актерах и режиссерах литовскую веки пели. Не думал тогда, что это когда-нибудь пригодится. Сейчас могу с гордостью всем сказать, что наше кино, это не только, как когда-то очень образно выразился Андрей Мяков, «Три богатыря», «Кудрайтесь, обманайтесь и понятуйся». Литовское кино за четверть века независимости нашего государства прошло термистый путь становления и творческих поисков, опираясь на хорошие традиции, используя возможности и влияние европейского и мировой киношколы, показывают очень хороший результат. Я надеюсь, что после этого фестиваля со мной согласится большинство тех, кто стал посетителем в эти фестивальные дни. Спасибо вам за то, что вы сегодня вечером здесь. Спасибо, уважаемый консул. Рамуни Соколовская, это режиссер фильма, который мы сегодня будем иметь честь увидеть. Пожалуйста, пару слов. Добрый вечер. Я и раньше писала книги, делала документальное кино с коллегами. Этот фильм для меня первый. Я хочу критикам сказать, что я не профессиональный режиссер, я журналист, который всегда интересуется. В жизни мне повезло, что я нахожу личности. Я чувствую, который человек стоит, книги или фильмы. Над этим фильмом, ну я теперь, как думаю, было немножко смешно, потому что Римас Римас Римас, это большой творец, большой режиссер. И мое решение начать делать фильм, о нем напоминает картину «Берегись автомобиля», кажется, или «Гараж». Где там есть предложение, говорит, ребята играют, и говорит, не замолхнуться ли нам на Шекспирах. Так мое отношение к Римасу такое же самое, которые, ну, ребята играют, и потом решают делать серьезное кино про серьезных творцов. Этот фильм, ну, долго он, четыре года в моей жизни отнял, но я рада, потому что познала цвет русского, литовского кинотеатра, было интересно с ним путешествовать по миру. Репетиции, что будете видеть в фильме, это перед сотым спектаклем «Дядя Ваня» в Лондоне, потом в Израиле два года назад. Но я хотела как-то показать, как выглядит творец рядом с театром, когда он бывает без маски и хочет быть человеком и также приоткрыть кухню театром. И не знаю, после сеанса будете судить, повезло мне или нет, но я благодарна судьбе, что была такая возможность и я смогла близко приблизиться к одному из больших творцов, который для меня является мостом между Литвой и Россией. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТОМ 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 В нашем городе ежегодно проходят достаточно много кинофестивалей самой разной направленности и самого разного формата. И среди них еще не было фестиваля литовского кино. И пользуясь случаем, хочется сказать слова искренней благодарности организаторам этого фестиваля за то, что наконец-то это несправедливость ликвидирована. И то, что сегодня в этом зале я вижу так много знакомых лиц, деятелей культуры, любителей кино, говорит о том, что это действительно не формальный повод для встречи, а по-настоящему хорошие, необходимые для всех нас события. Здесь уже звучали имена прославленных литовских киноактеров и действительно Донатас Банионис, Ригамутас, Адамайтис, Лиозов, Мудрайтис, Питаусис, Жалекявичус, режиссер. Этот список можно продолжать, ведь имена звучат как музыка для всех, кто любит кино, потому что эти имена в титрах всегда были залогом того, что перед нами произведений искусства. И очень обидно, что в последнее время как-то не удавалось посмотреть современных фильмов литовских киностудий. И я уверен, что на протяжении ближайшей недели зал киноцентра Родины действительно будет переполнен, потому что всем интересно посмотреть, как литовское кино развивается, что сейчас происходит на литовских киностудиях. Я думаю, что ожидания нас не обманут, и я очень и очень надеюсь, что этот фестиваль в Санкт-Петербурге литовского кино первый, но далеко не последний. Спасибо и в добрый путь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Александр Николаевич. Пару слов партнерка Ставала Батюшлава Кутырькина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На самом деле я буду постараться и буду краток, потому что ну, одна из миссий нашей компании это поддерживать такие чудесные мероприятия, когда культура, которая является, безусловно, общим полем для жизни, такой жизненный, от которой получаешь удовольствие, она является приоритетом. Поэтому Кеннифердиваль, думаю, одно из таких очень хороших мероприятий. Хорошего просмотра, хороших эмоций и чтобы это было какой-то доброй взаимодействием, что ли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Не успел вас жили. Все-таки вы на сцене, поэтому пару слов. Очень радостно видеть коллег, видеть друзей. Спасибо большое, что мы активно включились и пришли на это мероприятие. Конечно, не согласиться с господином Марганковым невозможно, потому что это было до самого недоразумения. И, к сожалению, в нашей литовской жизни в Петербурге много такого было. Но надеюсь, что сейчас будет это поправляться и мы опять пойдем в нормальный ритм и тот уровень жизни, творчества и культуры, который, как всегда, занимала литовская община. Спасибо всем тем, кто организовал этот прекрасный фестиваль, прекрасное мероприятие и прекрасно то, что мы все можем порадоваться культурой, искусством, людьми литовы. Спасибо. Спасибо большое. И пару стоп о самом фестивале. Этот фестиваль покажет зрителям 8 художественных и 6 документальных литовских фильмов, из которых будет отдельная программа, литероспективная программа, которая будет, как уже вы слышали, посвящена ушедшему великому актеру Донатусу Банюнису. Также из старых фильмов будет и один реставрационный фильм после реставрации, полной реставрации изображения звука. Это «Чертова невеста», которую вы сегодня увидите после фильма «По пути к пристани». А также вы увидите в последний день фестиваля 4 документальных фильма, которые тоже после полной реставрации и которые уже на цифре. А также один из там, скажем, интересных моментов фестиваля, это новое литовское кино. Это сегодня примерный показ документальной фильма, конечно, «Арина Сатуминаси». И вопросы о создании этого фильма вы можете задать после фильма уважаемому режиссеру Рамуни Соколовской. «Арина Сатуминаси». вы увидите фильмы, которые уже завоевали популярность во всем мире. Это Леда Сангайли, это Аланти Кавайде, молодая, в принципе, молодая режиссера. Это вторая полнометражная картина. Я думаю, что вам обязательно нужно прийти на этот фильм, потому что это фильм значит, драма подросткового периода. потому что будет каждому интересно увидеть такие моменты, о которых мы даже не думаем. Также фильмы «По пути» это прекрасный фильм наших молодых режиссеров, которые абсолютно красивые копья всего этого фильма, чтобы если вы хотите поплакать, присоветесь со своих друзей, знакомых, и вы уйдете после этого фильма просто как знаете, как на небесах, после церкви, понимаете, поэтому я думаю, что вам обязательно его надо посмотреть. И, конечно же, фильм «Покорность» «Альгрицы Додосы» это старый фильм 70-х годов, но достойный фильм, поэтому вы, думаю, получите большое удовольствие. Четыре фильма носителей которых это 35-мм лента, что тоже имеет свой шарм на этом фестивале. Также фильм это «Солярис» и «Бегса мистера Макинли», которые вы понимаете, что не просто так они сюда приехали, из архива Косюмного фонда, из Москвы. Вот, поэтому обязательно их надо посмотреть. И, конечно же, я хотел бы несколько слов о партнерах фестиваля, потому что без них конечно фестиваль, первый фестиваль, не следующий, который мы будем организовать, он не сможет состояться. Это правительство Российской Федерации, Госпиль фонд Российской Федерации, посольство Литовской Республики Российской Федерации, это, как можно сказать, организация фестиваля, партнеры фестиваля, это Генеральное консульство Литовской Республики Российской Федерации, киноцентр Родина, киноцентр Елизион, киноцентр Литвы, Государственный Центральный Архив Литвы, Государственный Архив Кинофододокументов Российской Федерации, Музей Театра Музыки и Кино Литвы, и информационные партнеры, это Орфей, телеканал Петербург, смотрю, здесь не вижу буква Ед, и дальше очень много больших спонсоров и наших партнеров. Извините, кого я не сказал, кого не помянул, но хотел также сказать большое спасибо нашему автономии, литовской автономии в Санкт-Петербурге, также туроператору Балтия Травел ВС и конечно спонсору фестиваля Сваля и Пенаж Вейглес. Большое всем спасибо, я бы хотел представить слово открытие еще раз пару слов нашему генеральному консулу Денису Мунковицу. Дни литовского кино в Санкт-Петербурге объявляются открытые. А теперь, друзья мои, побудти пристани, работе Соколовской это документальный фильм о всемирно известном режиссере Ремеса Туменасе и 39 минут ну скажем удовольствия после фильма встреча и разговор с Рамулем Соколовской. Хорошего просмотра просмотра по-русски по-русски